Отрывок из произведения Астродлингера Пеппи Длинный Чулок Ровно в три часа перед входной дверью вилы стояла Пеппи Длинный Чулок. Она была разодета в пух и прах, волосы она распустила, они развивались на ветру, точно львиная грива. Губы она ярко накрасила красным мелком, а брови на масла сажей так густо, что вид у нее был просто устрашающий. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям приделала огромные зеленые помпоны. Теперь я уверена, что буду самая красивая на этом перу, довольно пробормотала Пеппи, позвонив в дверь. В гостиной уже сидели три почтенные дамы, стол был праздничный накрыт. «Ружья, привет!» Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах. «Рота, шага, марш!» И Пеппи, чеканя шаг, подошла к Фрунсеттерган и сделала реверал. Затем Пеппи обошла каждую из трех дам и каждую пацаловала в щеку. Устилась самое мягкое кресло и вдруг сказала. Стол выглядит очень аппетитно. Когда же мы начнем? «Чего я?» — первая крикнула Пеппи. Едва почтенные дамы успели встать в своих кресел, Пеппи уже очутилась у стола. Недолго думая, она наложила себе в тарелку целую гору сластей, бросила в чашку семь кусков сахара, вылила в нее не менее половины кушенчика сливок и, откинувшись на стулья, придвинула к себе всю свою табытью. Пеппи с необычайной быстротой принялась макать в кофе печенье и совать себе в рот. Затем, вскочив с места, Пеппи начала бить в тарелку, как будет, и кружиться вокруг стола, выискивая, чем вы еще полакомиться. Пеппи продолжала прыгать вокруг стола, заставила себе в рот то печенье, то карамельку, то пирожное. «Как мило с вашей стороны, что вы меня пригласили!» «Меня еще ни разу не звали на чашечку чая!» Посередине стола красовался огромный сливочный торт, украшенный красным цукатным цветком. С минуты Пеппи стояла, заложив руки за спину, не в силу отвести взгляд от красного цветка. Но вдруг она наклонилась и выкусила весь цукатный цветок. Она проделала это так стремительно, что душей вымазала с кремом. «Ха-ха-ха!» — засмеялась Пеппи. «Давайте играть в шмурки!» «Так мне придется все время водить!» «Я ж ничего не вижу!» Пеппи высунула язык и принялась облизывать губы и щеки. «Что ей говорить?» «Случилась беда!» — сказала она. «Но так как торт все равно испорчен, мне ничего не остается. Как поскорее его прикончить?» Пеппи быстро заглотила торт и с довольным видом похлопнула слепой животом. «Не следует огорчаться по пустякам!» — сказала она трем почтенным дамам. «Нужно радоваться и беречь свое здоровье!» «И в гостях надо веселиться!» «Спасибо!»